Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка. Надеюсь, вы к уроку готовы. Присаживайтесь поудобнее, достаньте свои тетрадки, ручки, можете даже цветные карандаши достать. Начинаем. Начнем с проверки домашнего задания. Если вы помните, мы с вами говорили о весне, и вы должны были дома написать два предложения. Давайте проверим, так ли это. Солнце светит, дети играют в саду. Проверили? Молодцы! И вспомним. Если помните, у нас была вот эта вот красивая картина, изображение весны, правильно? Мы говорили с вами, что вот здесь у нас цветы красивые растут, речка течет, высокие горы, снежные горы мы с вами видели. Давайте повторим. Какие цветы? Подумайте. Правильно, цветы красивые. Какая вода? Совершенно верно, вода холодная. Какие горы? Правильно, горы высокие. Какое небо? Небо голубое. Вы правы. Какое солнце? Солнце яркое. Молодцы! Вы с этим заданием справились. А теперь продолжим и углубим наше знание. Что же делают цветы, как вы думаете? Правильно, цветы растут. Что делает вода в речке? Вода течет. Что делает снег в горах? Снег лежит. Что делает солнце? Солнце светит. Запомните, пожалуйста, эти предложения. Цветы растут. Вода течет. Снег лежит. Солнце светит. А теперь давайте-ка мы с вами нарисуем весну. Как вы думаете, что мы можем с вами изобразить? Сейчас вам будут нужны ваши карандаши. Ну, конечно. Прежде всего нам будет нужно солнышко. Давайте мы его изобразим. А каким мы его покажем? Ну, конечно. Оно у нас будет яркое. И такое светящееся. А еще нам будут нужны цветы, трава. Вот они у нас. Ну, конечно, бабочки. А еще у нас появятся красивые цветы и пчелы. Посмотрите, какая красивая получилась весна. Такая солнечная. С цветами и с бабочками. Молодцы. А теперь продолжим. Посмотрите на эту иллюстрацию. Здесь мы с вами видим прекрасный весенний сад. Потому что, посмотрите, вот здесь мы видим наши деревья. Деревья, которые приносят свои плоды. Все мы любим яблоки, персики, вишню. Все любим сливы. Вот весной наши сады выглядят именно так, красиво, цветущими. Ответьте-ка на вопросы. Что цветет? Цветут деревья. Какие деревья цветут? Цветут фруктовые деревья. А почему мы говорим фруктовые? Потому что они растут в садах. На них созревают фрукты. Где цветут фруктовые деревья? Фруктовые деревья цветут в саду. Запомнили? Давайте еще раз повторим. Что цветет? Цветут деревья. Какие деревья цветут? Цветут фруктовые деревья. Где цветут фруктовые деревья? Фруктовые деревья цветут в саду. Молодцы! А теперь посмотрите на эту иллюстрацию. Это дерево, это фруктовое дерево. Посмотрите, какая красивая яблоня. Она цветет такими прекрасными белыми цветочками. А потом на их месте появятся яблоки. Какое красивое дерево. Это фруктовое дерево яблоня. Что цветет? Цветет яблоня. Когда цветет яблоня? Яблоня цветет весной. А еще какие деревья цветут в саду? Мы же уже сказали? Подумайте. Ну, конечно. Цветут персики, вишни, сливы. И все они в саду. И этот сад называется фруктовый. А сейчас мы с вами попробуем, выучим небольшое стихотворение про нашу красивую яблоньку. Маленькая яблонька у меня в саду. Белая при белая. Вся стоит в цвету. Учить будем по строчкам. Повторяйте за мной. Маленькая яблонька. Еще раз. Маленькая яблонька у меня в саду. Маленькая яблонька у меня в саду. Маленькая яблонька у меня в саду. Белая при белая. Вся стоит в цвету. А теперь весь стихотворим. Маленькая яблонька у меня в саду. Маленькая яблонька у меня в саду. Иллюстрация, посмотрите. Мы видим с вами цветы. И не зря они появились. Ведь в саду бывают не только деревья, но и цветы. Обратите внимание, какие это цветы. Они все разные. Это и розы, и тюльпаны, и маки, хризантемы. Каких только цветов в саду нет. И все они такие красивые. Это тюльпан. Это весенний цветок. Посмотрите, какой он красивый. Это красный тюльпан. А какой он еще? Маленький цветок. Красивый цветок. Весенний цветок. Он очень красивый. Проверьте себя. Что это? Правильно. Это тюльпан. Какой тюльпан? Красный тюльпан. А еще какой он? Правильно. А еще тюльпан маленький, красивый. Молодцы. А теперь. Тут тюльпанов много. Посмотрите, все они разные. Красные, фиолетовые, розовые, желтые. Разноцветные тюльпаны собраны в один большой, красивый букет. Проверьте себя. Что это? Правильно. Это тюльпаны. Какие тюльпаны? Красные, желтые, розовые, фиолетовые тюльпаны. А одним словом разноцветные, как в радуге. Ну, а теперь в конце урока давайте попробуем с вами найдем лишнее слово в этих, среди этих картинок. Первая картинка – это тюльпан. Вторая – роза. Третья картинка – это яблоня. Ну, а четвертая – капуста. Как вы думаете, какое же слово лишнее? Ребята, почему вы так подумали? Ведь в саду можно увидеть и яблоню, и розу, и тюльпан. Вы решили совершенно правильно. На этом наш урок подходит к концу. В качестве домашнего задания ответьте, пожалуйста, на вопросы. И выучите стихотворение про нашу любимую яблоньку. До свидания.